Ваш последний, на данный момент вышедший роман «Монорако» получил премию «Нос» в 18-м году. До этого ее же получала «Метель», и «Ледяная трилогия» получала, если я не ошибаюсь, в том же «Носе» премию «Звильских», читательских симпатий. Александр Генис в своей беседе у вас с человеком, фамилией которого я не помню, но у меня записано, с Марком Липовецким, и говорил о том, что вы единственный ныне живущий русский писатель, которого лично Александр Генис несколько раз номинировал на Нобелевскую премию. Ваше отношение к премиям вообще и к российским многочисленным российским литературным премиям в частности, какая из них на вас наиболее уважаема и как вы относитесь ко всем? Ну, мы все, собственно, литераторы, такие олени, которые живут, собственно, неким подножным кормом. И, собственно, литературные премии – это, ну, одна из разновидностей этого порта, собственно. Ну, я все-таки пишу не детективы, не любовные романы. И на жизни хватает, конечно, этого, но вот если ты получаешь какую-то литературную хорошую кремию, то можешь что-то себе разборить большее, собственно. Поэтому я не против, я отношусь к этому не как престижу даже, а как, в общем, нормальному заработку. То есть иногда падают руки-деньги, да? Олень придет по лесу, вдруг, значит, под снегом что-то, из-под снега что-то вылезет. Ну, и слава богу, все это. Я бы прокомментировал, что такое нос, чтобы было понятно, что это не только этот орган. Это «Новая словесность», кстати, очень продвинутая Московская премия. Вот, и, в общем, попадают достойные книги. А если говорить о том, о том, какую вообще я считаю лучшей? Из российских. Ну, нет, ну, самая крупная – это большая книга по размерам. Но я вам честно скажу, что, в общем, на самом деле, должна быть литературная премия, которая могла бы хотя бы на год изменить образ жизни писателя. Да. Ну, то есть, наставить его хотя бы, не думать о деньгах. Такой, к сожалению, нет. Ну, то есть, это минимум, там, 150 тысяч евро. Нет, такой ли, к сожалению. Ну, правда, тогда уже, наверное, никому не надо ничего. Ну, да. Ну, я думаю, это миллион, по-моему, сейчас. Вот. Есть нечто подобное в Америке. В России таков нет. То есть олигархи, конечно, показались жаденными в 90-е годы. Они могли бы создать эту премию. Что такое же олигарх? Олигарх из 150-х годов. Это, как раз, для меня 50 рублей.